Летняя пора, час поддорожа и открытия. Адметно, что в су-светно-вядомых маршрутах немало кропок, размешанных на карте Гомельской области. Одна из таких – вёска Губаревича в Хойницком районе. Какая незвычайная зъява тут отбылась, а и чему вёска стала местом паломництва, доведалась Катярына Жданович. Три годы тому у отселенную вёску Губаревича Хойницкого района, где засталось только семь коренных жахару, началось соправдное паломництво. Люди за сотни километров приезжали сюды, ка б стать светками незвычайной зъявы. На зрезе древа на четырехметровой вышине выявился нерукотворный вобраз. Лик Богородицы с немаулем. Першими отсюда убачили мясцовые старожилы. На их думку, это место было обрано не выпадково. Вот такая церковь была близко, нашла место, думаю, я сяду тут на этом месте, а люди поглядают. И саправды, история свечить. У 1938-м годе вязковую церкву разбурыли. Мясовые жахары запеунивают, у этой церкви знаходилась отсюда творная икона Божьей Мати, якая пасля бесследно зникла. Менавито ее контур и проявился на 100-годовом вязе. Месце провели у парадок и упрыгожили и сёння, сюды не стихая поток паломников. Приезжали, глядясь, и сам батюшка казала, что это великое дело, на таком дереве, чтобы это вышло Божьей Мати. Что помогали люди, приезжали. Даже вот перед нами приезжала с дочатком сюда. Я скажу, я сколько-то годов жила и не беременела. А приехала сюда к дереву. Побулали дерево и забеременела, и приезжала. И вот это моя дочатка, я родила дочатка. Помогает баратокам, помогает, кто достоин. Приклады увеличения от хворобы унямала, расповедают мясовые старожилы. Усюгэта на их вачах отбывается. Так, гэта тянь не сказать складанна. Але раз протягивают, приезжать люди до древа, усё ж таки вера у цудотворную мод с мясовой святыни напевна застаётся. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, Телерадиокампания.